Многие из нас обожают проводить выходные на природе, выезжать за город на пикник или гулять в лесу. Как показывает практика, прогулки по чащам леса помогают не только расслабиться и отдохнуть, но и совершить невероятные открытия. И речь тут не о всевозможных жестянках и других забытых туристами вещах, а о куда более ценных и интересных находках. С вами ТОП ХАЙП, и сегодня мы расскажем вам о самых интересных находках, обнаруженных во время прогулок по лесам. А перед тем, как мы начнем, я напоминаю вам, что вы можете с вертухана пробить кнопку подписки, и вы не пропустите новое видео уже завтра. Ну а теперь погнали! Город Фей В 2013 году глубоко в лесах штата Канзас в США произошла странная и волшебная история. Семья Фишеров отправилась в эти чарующие леса на прогулку. Отправились они туда не случайно. Лес находился на границе с маленьким городком, и недавно в нем начали происходить крайне необычные события. Буквально за одну ночь в лесу появились маленькие строения неизвестного назначения. В стволах многих деревьев семья случайно обнаружила маленькие дверцы, которые были хитро спрятаны в корнях. Некоторые дверцы удавалось открыть, за ними обнаруживались миниатюрные жилища. Каждая деталь внутри них была проработана настолько хорошо, что в это было сложно поверить. Место необычной находки прозвали лесом Стрекоз. Неизвестно, кто обитал среди корней – феи или миниатюрные эльфы. Но детки города были в восторге от одной только мысли о таких соседях. Взрослые же гадали, откуда могли появиться эти необычные миниатюрные домики. Вскоре выяснилось, что ответственность за появление домиков лежит не на магии, а на одном человеке по имени Роберто Фрэмптон. Роберто переехала в городок в 2012 году после тяжелого и болезненного разрыва с супругом. Задумку домика с феями она воплощала, чтобы избавиться от чувства потери и справиться с одиночеством. В интервью журналистам, которые приехали снять короткометражный фильм о волшебных домиках, Роберто заявила, что сначала она действительно думала только о себе. Но стоило ей увидеть, какой восторг вызывают ее творения, и она продолжила создание волшебных жилищ уже для детей. Она и не думала о том, что место станет притягивать все больше и больше людей, пока не станет одним из самых популярных туристических мест в штате. Так Роберто помогла справиться с одиночеством сразу десяткам, а то и сотням людей. Чем это не магия? Посещающие лес туристы поражались не только самим зрелищем, но и деталям интерьера и утвари в домиках. Они были сделаны невероятно кропотливо и выглядели словно настоящие. В кухне одного из домиков можно было найти даже кипящий на плите чайник для создания пара. Домики не оставались одинаковыми. Их интерьер постоянно менялся. Один день можно было застать домик украшенным и полным подарков, а на следующий день все праздничные атрибуты исчезали, а его житель будто возвращался к рабочим будням. В лесу стрекоз было даже обустроено место, где посетители могли оставлять жителям волшебного городка записки. Маленькие письма прикреплялись к дереву, в специальном месте, откуда потом Роберто забирало их, когда никого не было рядом. Однажды трогательную записку, подписную «Мы тебя любим, совенок» обнаружила Роберто. Она поняла, что записка предназначается маленькой девочке, которая так рано покинула этот мир. Ей сразу же пришло в голову сделать для Элис отдельный домик в своем волшебном городке. В следующий раз, когда Фишеры посетили волшебный городок, они были шокированы. Теперь у Элис в лесу появился свой собственный миниатюрный домик. Его дверца была выкрашена в зеленый цвет и украшена миниатюрной золотой совой. Этот удивительный случай проявления чуткости, проявленный незнакомым человеком, помог семье пережить горе. С тех пор семья Фишеров часто набещала домик Элис, по крайней мере до тех пор, пока владелец земли, на которой находился волшебный городок, не озаботился его излишней популярностью. Он решил, что городку больше незачем оставаться в его лесу, и Роберто вместе с семьей аккуратно демонтировала свои творения, после чего перевезла их на новое место жительства. Но, к счастью, этим история не закончилась. Домик Элис, к которому часто приезжала семья Фишеров, Роберто наотрез отказалась демонтировать. Его было решено оставить. Сейчас Роберто работает над своим новым проектом – многоэтажным домом феи для детской больницы Солт-Лейк-Сити. Ее работу поддержали фанаты из многих стран мира, а в штате Юта до сих пор растет и ширится загадочный волшебный лес. Ни для кого не секрет, что жители США крайне озабочены выживанием, и многие из них заранее готовятся к любым природным катаклизмам и даже к концу света. В США даже есть специальная контора, занимающаяся обустройством бункеров и поставляющая все от сухпайков до воздуховодов. Что отличает бункер, обнаружившийся после лесного пожара на юге страны? То, что владелец явно строил его в тайне от всего мира. Оказалось, что в конце 80-х годов американец стал готовиться к концу света и начал запасаться не только продовольствием, но и оружием – гранатами, ружьями и винтовками. Бункеры были незаконно построены на землях, принадлежащих штату и правительству США более 30 лет назад, но не были обнаружены до тех пор, пока днем летом в районе не загорелся лесной пожар, в результате которого сгорели две подземные комнаты и взорвалось несколько боеприпасов. Полиция смогла установить личность человека, ответственного за постройку этих бункеров. Власти отказались раскрывать личность этого человека, сославшись на ведущееся расследование, но заявили, что он сотрудничал со следователями. Помимо самодельных хижин и бункеров, мужчина признался, что у него также было спрятано оружие и боеприпасы в бочках и мусорных баках в лесу. Кладбище танков Исследователь и фотограф Максим Коут путешествует по всему миру в поисках различных автомобильных кладбищ. Но эти фотографии брошенных танков, стоящих рядом друг с другом, в высокой траве, пожалуй, является изюминкой его коллекции. Само кладбище находится в одной из стран Западной Европы, но фотограф намеренно не сообщил более точное местоположение, чтобы не привлечь туда толпы туристов. Поле фактически усеяно военной техникой и напоминает об ужасных последствиях давно забытого конфликта. Некоторые образцы даже находятся в рабочем состоянии, в то время как другие уже вряд ли смогут покинуть это поле самостоятельно. Большая часть военной техники стоит на открытой местности, а небольшое количество танков скрыто за ветвями деревьев. Сам Максим Коут рассказывает об этом открытии так. Я могу без колебаний сказать, что это было одно из самых интересных путешествий, в которых мне только довелось побывать. Боснийские шары Мать природы не очень дружит с правильными геометрическими формами, поэтому если вы найдете что-то с квадратными краями или идеальными изгибами, есть шанс, что один из наших предков приложил руку к созданию этого объекта. Найдена в 2016 году боснийским археологом Семиром Османагичем. 30-тонная каменная фигура это подтверждает. Находка была обнаружена в Боснии и Герцеговине, в лесу около городка Завидовичи. Археолог полагает, что шар рукотворный, что подкрепляет его теорию о том, что на этом месте когда-то очень давно существовала весьма развитая цивилизация, которая зачем-то изготавливала шары и строила пирамиды. По словам Османагича, он изучает шары уже 15 лет. Он объездил весь мир и похожие каменные сферы в Коста-Рике, Турции, на острове Пасхи, в Мексике, Тунисе, Канарских островах, а также на слыша на каменных сферах в России и США. Археолог уверен, что обнаружил в боснийском лесу самую старую в мире петросферу. Османагич уверяет, что Босния и Герцеговина когда-то была усыпана сотнями каменных сфер, но многие из них были уничтожены. Люди разбивали их, полагая, что внутри было спрятано золото. Однако ученые в этом сильно сомневаются. Они считают, что шар возник естественным природным путем, а такую форму объясняют осаждением породного минерального цемента. Единого мнения по поводу их природы нет. Возможно, шары представляют собой так называемые «железистые конкреции», которые образуются при уплотнении осадков в рудных и угольных месторождениях. В центре конкреции нередко находят органические остатки – минеральные или бактериальные скопления, которые служат затравкой при ее росте. Советская капсула Бункер – вещь понятная. Чего не скажешь о нашем следующем объекте, происхождение которого пытались разгадать на протяжении 50 лет. И это была целая команда людей. Странную белую капсулу, повисшую на дереве, обнаружили в лесах Канады недалеко от провинции Нью-Брансвуй. Разгадкой происхождения капсулы увлеклось все население ближайшего города. Однако, несмотря на пять десятков лет исследований, и огромное внимание прессы приблизиться к разгадке не удалось. Позже находку забрали военные, и больше никаких бестианий не поступало. Известно, что капсула была белого цвета. Весила 181 килограмм, и по бокам была снабжена остеклением в виде небольших окошек. Однако, объяснить ее происхождение так никто и не смог. Тайна была окончательно раскрыта, когда местный телевизионный канал решил взяться за эту историю. С помощью зрителей было установлено, что найденный объект похож на устройство, которое можно увидеть в военном музее в Кингстоне, США. Оказалось, что загадочный объект на самом деле является шпионской капсулой ЦРУ, которая была частью секретного проекта Genetrix. Данный проект был создан в 50-х годах прошлого века, чтобы шпионить за последователями коммунизма. Нефть Нашел нефть и делал из нее бензин. Так называется одно из популярных шоу на Ютубе. Одного человека, который случайно наткнулся на нефть, когда искал золото в лесу. Когда золотоискатель в очередной раз отправился на поиски золота, он и подумать не мог, что в выкопанной скважине вместо золота окажется черная, вязкая жидкость. Этот мужчина взял пробу небольшого количества черной жидкости и принес ее исследовать. Если это нефть, то ее можно было превратить в бензин. Метод дистилляции предполагает нагревание жидкости с выделением паров бензина. Причем, если жидкость продолжает нагреваться, ее можно превратить в керосин, дизельное топливо или мазут. Спустя несколько часов мужчина получил небольшое количество топлива. Чтобы доказать, что это действительно бензин, мужчина поджег эту жидкость. Ну а для самых больших скептиков, он заправляет свою машину бензином, который получил после перегонки найденной нефти. Возможно, вы подумали, настало время точно так же найти нефть, открыть свою бензоколонку и стать нефтяным магнатом, но все не так просто. Если кто-то вдруг найдет нефть, то для ее добычи необходима лицензия. Понятно, что если о месторождении узнает правительство, то кроме самого правительства, никто прибыли от него не получит. А в комменты напишите, месторождение чего вы хотели бы обнаружить лично и никому бы не рассказывали об этом. Ну а если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить все самое ядерное уже завтра. Спасибо за просмотр.